Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и Камчатка активизировалась как никогда за довольно продолжительное время, а если быть точным, то в ней активизировался Дэвид Харбор, и сегодня нам предстоит разобраться в этом небольшом деле, понять откуда ноги растут, ну и конечно же прикинуть пару-тройку теорий по поводу четвертого сезона. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти, или на самом канале, все ссылки в описании. Итак, вчера вечером в своем инстаграм-аккаунте Дэвид Харбор чисто случайно запустил прямую трансляцию, и примечательно эта трансляция тем, что ввел он ее прямиком со съемок четвертого сезона, в перерыве между непосредственно самим съемочным процессом. То есть Дэвид был полностью наряжен и загримирован под Джима Хоппера, находящегося на Камчатке, и образ которого мы с вами уже наблюдали в тизер-трейлере сериала. По понятным причинам, связанным как с самими съемками, в эпицентре которых он находился, так и с тем, что особо палить ничего нельзя, трансляция продлилась не больше четырех минут. Но тем не менее, за это время к нему даже успела присоединиться Милли, и в общем вот как это было. Здоров всем, ребята. Как делишки? Давненько уже не проводил. Прямых эфиров? Я думаю, что сегодня смогу быть... Около трех с половиной минуток, потому что мне скоро на съемочную площадку. Что происходит? О боже, Мэридит. Ты как? Я здесь... На съемках четвертого сезона нашего сериала. Вообще не думаю, что мне можно это показывать. Кто хочет послушать спойлеры к четвертому сезону? Давайте... Давайте я прямо из сценария зачитаю. Будет четко. У меня все здорово, как у тебя. Ох... Сегодня нереально тяжкий денек. Жестко тяжелый день. Я выжат, как лимон. Оу, черт. Милли, что ли? Оу, нет, Милли, не говори, Нетфликс, что я тут делаю. Не говори. Нетфликс, что я здесь провожу прямой эфир в Инстаграм. Я просто зачитаю твою часть сценария, Милли. Просто собираюсь рассказать, что будет в Соде в этом сезоне. Я просто сказал ему, или ты просто сказала ему? Оу, ты запустила трансляцию в Инсте и сказала ему? Ну, о чем бы и нет. Позвонила и решила узнать, не ответит ли кто-нибудь. Привет. Че как, чувиха? Че ты делаешь? Не знаю. Я такой поехавший. Настолько чеканутый, что запустил трансляцию. Где? Где ты сейчас? Алло? Ну ты глянь на этот прекрасный прикид. Ты знаешь, где я? Я точно знаю, где ты. Я просто там была. Ты что, была в Атланте? Я че-то тебя там не видел. Знаешь что? Я просто... Просто... Путешествую по миру. Ну нет, это неправда. Верно. Я... Я снималась немножко, а ты снимался сегодня? Я до сих пор еще снимаюсь вечером. Этот день прям очень... Нереально долгий день. Ты что, в своем костюме? Да, но... Они уже видели его в трейлере? Да! В трейлере был. Че там, снимаем? Ты че, снимай? Они че, не видели? Офигеть! Он ведет прямую трансляцию, шурует работать. Я знаю. Да, потом прикинь такой... Ты уволен. Вот черт! Заканчивай звонок прямо сейчас. Окей, скучаю по тебе, рад был повидаться, круто выглядишь. Поздравляю с выходом твоего фильма на выходных. Что ж, судя по всему, Дэвид действительно задолбался неплохо. И, видимо, снимают что-то настолько интригующее, что Дэвид просто не удержался поделиться этим с фанатами. Хоть и показать особо ничего не смог. Очевидно, что эта мини-трансляция подтверждает, что они все еще снимают сцены для Камчатки. Причем, именно в Атланте. И, судя по различным источникам и сливам, происходит это на студии Screen Gems. То есть, все натурные съемки в Литве, где нужно было показывать улицы, а также настоящую тюрьму и ее дворы, уже окончены и теперь идет дело только о съемках в декорациях и, возможно, на зеленом фоне. Также интересно то, что пару дней назад Том Влашиха и Никола Джурика, которые сыграют новых русских персонажей Дмитрия и Юрия, были замечены вместе в Атланте. И тут нетрудно догадаться, что они, скорее всего, снимаются в одной студии вместе с Дэвидом. Предполагают, что конкретно для Хоппера они действительно могут сыграть очень важную роль в сезоне. И могут ему как навредить, так и наоборот помочь. Фанаты, наблюдавшие за трансляцией, обратили внимание на грим Дэвида, а конкретно на бутафорскую кровь в районе виска. Предполагают, что, возможно, удар вполне мог быть нанесен каким-нибудь прикладом оружия, одного из солдат, охраняющих заключенных. Возможно, это мог быть и персонаж Тома Влашихи, который как раз таки и имеет при себе автомат. Да и описание этого персонажа, в общем-то, настораживает. И как бы намекает, что несмотря на то, что он с виду вроде бы как умный и очаровательный русский, работающий тюремным охранником, неясно, можно ли положиться на него на самом деле. То есть он вполне вероятно мог бы подставить Хоппера и принести ему какой-нибудь вред. Более точно судить, конечно же, пока не представляется возможным. Но одно ясно точно, что Хоппера ждут серьезные передряги. Помимо Джима и этих двух актеров, теперь нам фактически подтвердили, что большая часть актерского состава сейчас снимается в Атланте. И судя по тому, что Милли сказала Дэвиду, они, вероятнее всего, снимаются в одном месте, но просто в разных студиях. И тут, конечно, недолго думая, поклонники сериала предположили, что Оди и, возможно, и другие персонажи, помимо Джойса и Мюррея, которые с вероятностью в 95% там появятся, также в какой-то момент сериала попадут на Камчатку. А точнее, в одну секретную закрытую лабораторию русских. И, возможно, это могло бы произойти из-за открытых там врат в изнанку. То есть, возможная встреча Оди с Хоппером произойдет где-то под финал сезона. Что вполне вероятно, учитывая то, что, судя по всему, Милли и Дэвид не снимаются вместе. А если учитывать опыт прошлых сезонов, то нам более чем вероятно параллельно могут показывать развитие отдельных групп персонажей, которые будут проводить свои расследования и выяснять обстоятельства. А потом, под конец сезона, то есть на восьмой или на девятой серии, они все вместе сойдутся. И там уже начнется какой-нибудь финальный замес. Но это, конечно же, лишь предположение. Также ожидают, что в конце месяца, наконец-то, начнется производство сериала в Нью-Мексико. И, возможно, уже где-то там, в тот период, можно будет помечтать и попредполагать о том, когда съемки будут предположительно уже окончены. И сериал отправится на монтажный стол, а также обзаведется необходимой графикой. Ну а что вы думаете по этому поводу? Как вам неожиданная трансляция Дэвида? Стоит ли нам еще ждать подобных сюрпризов? И что, по вашему мнению, будет твориться с Хоппером на Камчатке? Пишите в комментариях. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержка канала очень важна. А поддержать канал, получая при этом приятные бонусы, можно став спонсором на моей страничке в Бусти или на самом канале. А также просто по ссылочке на Донат Алерс. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok